Добрый день, меня зовут Катерина Маликова. Я биолог и нутрициолог. Я изучаю вопросы правильного питания и здорового образа жизни. Также я сама придумываю рецепты и адаптирую классические рецепты с пользой для здоровья. Сегодня я приготовлю лечебные свекольные котлеты. Свекла это уникальный корнеплод, который содержит в себе большое количество полезных микроэлементов. На просторах интернета вы найдете огромное количество рецептов со свеклой, но в основном все эти рецепты праздничного стола. Свекла содержит большое количество пищевых волокон, поэтому рецепт можно смело назвать диетическим. Этот рецепт очень простой. В ходе приготовления я расскажу вам все секреты, а также объясню, почему этот рецепт я назвала лечебным. Для приготовления нам понадобится два вида фарша, говядина и курица, одно яйцо, лук, свекла и соль. Количество ингредиентов я указала в описании. Кстати, в луке содержится большое количество растворимой клетчатки в виде слизи, которая необходима нашей полезной кишечной микрофлоре. Я люблю, когда лука много. Во-первых, лук придает сочность фаршу. Во-вторых, лук содержит полезную клетчатку. Ну а в-третьих, лук как бы маринует мясо, тем самым улучшает вкусовые качества продукты. Кстати, вы знаете, из-за чего свекла такого насыщенного бордового цвета? Ее цвет обусловлен большим содержанием марганца. Помните ту самую марганцовку бордовую из детства? Далее свеклу нужно натереть на мелкой терке. Именно на мелкой. Так свекле будет легче приготовиться. Лук нужно нарезать и перебить в блендере. Измельченный лук даст много сока, что придаст сочность фаршу. Блендерить нужно короткими рывками, а для легкого перемалывания я добавляю воду. Итак, все ингредиенты нужно смешать. Я хочу обратить ваше внимание на состав фарша. В этом фарше нет хлеба, нет злаков, никакой крупы. То есть здесь только мясо и клетчатка. Для смешивания фарша лучше надеть кондитерскую перчатку, чтобы не окрасилась кожа рук. Какими же еще полезными свойствами обладает свекла? Помимо марганца в свекле очень много цинка, очень много меди и железа. Помимо богатого минерального состава в свекле содержится большое количество клетчатки пектина, которые улучшают нашу перистальтику кишечника. Именно это свойство обуславливает послабляющее действие. Итак, приступаем к формированию котлет. Для обсыпки я использую кукурузную муку. Я не рекомендую использовать пшеничную муку, потому что в ней много глютена и этот белок при нагревании подгорает и получается такой нагар на сковороде. Также можно использовать рисовую муку или гречневую муку, но я пробовала разную муку и остановилась на кукурузной. Ее я использую чаще всего для котлет. Она не горит на сковороде и не портит вкусовых качеств продукта. Также я не рекомендую делать слишком большие котлеты, так как свекла может не протушиться в больших котлетах. Лучше делать такие небольшие беточки. Что еще хотела сказать про свеклу? К примеру, в свекле очень много полезных аминокислот. Есть такая аминокислота бетаин. Она участвует в синтезе холина. Холин, в свою очередь, является предшественником нейромедиатора ацетилхолина, из которого невозможна передача нервного импульса. Также холин является обязательным компонентом клеточных мембран. А это очень и очень важно для здоровья. Несмотря на все полезные свойства свеклы, у нее есть противопоказания. Свеклу нельзя в больших количествах людям, страдающих сахарным диабетом, так как она содержит большое количество углеводов. А также нельзя людям, страдающих мочекаменной болезнью, так как в свекле содержится щавелевая кислота. Ну вот, часть котлет готова. Эту часть я заморожу. Сейчас расскажу, как правильно готовить эти котлеты, чтобы они сохранили свои полезные свойства. Берем сковороду с толстым дном. Наливаю совсем чуть-чуть рафинированного оливкового масла. Мы не будем эти котлеты жарить. Это масло необходимо нам для того, чтобы котлеты схватились. Теперь нужно выложить все котлеты и подождать около двух минут, чтобы они немного прихватились. Крышкой закрывать не нужно. Кстати, забыла добавить. Предварительно сковороду нужно накалить, чтобы она была горячей. И только после этого выкладывайте котлеты. Примерно через 2-3 минуты котлеты нужно перевернуть. Вот, посмотрите, у них образовалась небольшая такая корка. Они просто прихватились. Это нужно сделать для того, чтобы в процессе приготовления, в процессе тушения они не расползлись. После того, как перевернули, заливаем водой. Вода должна наполовину покрывать котлетой. После этого закрываем крышкой. Убавляем мощность. На электрической плите у меня это четверка. И тушим. Приготовление займет около 30 минут. Посмотрите, какие сочные котлеты получились. Их уже сейчас охота съесть. Давайте посмотрим в разрезе. Они очень хорошо протушились. Мягкие, сочные. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok